Сегодняшний доклад имеет специфический повод. Может быть, я бы в иное время не стал бы его делать. Потому что он связан с русской философией. Мы никогда не занимаемся. Но, тем не менее, надо на этот вызов ответить. И вот этой теме посвященную докладу. Есть такой зарубежный деятель советского происхождения, некий Борис Парамонов. Он сейчас 75 лет. В свое время эмигирировал, в 70-х годах эмигирировал в Соединенные Штаты. Видимо, по каким-то политическим соображениям. Потому что то, что он там делает, он является литературоведом, культурологом. Он просто исчезает, как бы, антирусская, морская деятельность. Но я о ней просто дальше расскажу. У него есть всякого рода работы, посвященные литературе, посвященные, отчасти, может быть, даже философии, культуре, посвященные. И он очень любит, как бы, опираясь на Фрейда, анализировать всех наших великих классиков литературы. А как известно, основой, вообще говоря, культуры нашей русской культуры является литература. Ну и прежде всего, наши классики. Собственно, если кто-то давит именно в этом направлении, то он просто разрушает все, что есть у нас ценово. Именно как раз вот этот Парамонов, да, вот он этим занимается. Он окончил философский факультет, то есть может считать себя философом, он даже кандидат философских наук. И вот он прижился на радио «Свободе», там, по-моему, с 88-го года. И судя по тому, чем он там занимается, это просто, не просто даже какая-то антисоветская деятельность, что, в принципе, ему, наверное, можно как-то там просить, а он просто занимается антирусской деятельностью, разрушает все эти ценности, к которым мы привыкли, да, к которым мы привыкли ценить, да. То есть он начал с того, что просто обрушивает всю нашу русскую культуру, да. Причем это выглядит тем способом, что он обращает, он пытается с каких-то вульгарных позиций, с позиции вульгарного фриетизма, да, с каких-то пошлых позиций, таких обуденного фриетизма, да, неправильно понятого во многом, да, и манипулятивного, пытается рассматривать литературные произведения, вот классические образцы, там, произведения Достоевского, там, Лермонтова, Гоголя, и все это рассматривали с позиции фриетизма, да, оценивать их с точки зрения того, кем являлись их авторы, там, были ли они, допустим, там, нормального, гидрисексуального, этого, ориентации, да, либо они были гомосексуалистами, вот. То есть весь, как бы, разговор, который, понятно, у него сводится, что все наши писатели, почти все, там, были либо гомосексуалистами, либо были, там, в лучшем случае, бисексуалами, ну, еще и педофилами, да, то есть получилось так, что и Достоевский гомосексуалист, и Гоголь гомосексуалист плюс некрофил, ну, там, естественно, поэты серебряного века, по поголовной всех гомосексуалистов, ну, они, там, латентные гомосексуалисты, скрытые, да, там, то есть они репрессированные гомосексуалисты, ну, собственно, как бы он добирается до того, что любой революционер гомосексуалист, ну, и есть у него там намеки, что, в принципе, все это идет из христианства, да, и что, собственно, как бы, вот, изначальный архетип христианства, именно Христос, он тоже вот такого же направления, да, такого. Вот есть у Розанова какие-то такие работы, там, какие-то тоже с неясным уклоном, да, что вот у христианства такой темный лип, люди глумного света и прочее, то есть уклон на то, что вот они тоже, там, с ними что-то не так, с ними что-то ненормально. Ну, а самое интересное, в чем состоит вся подоснова вот этого рассуждения, да, потому что он, являясь будущим философом, да, этот парамонов подводит под все это некую метафизику, да, и вот я вот попытаюсь как бы рассматривать вот все это, то, что называется грязь, да, вот весь этот мусор, да, вот метафизические позиции, я попытаюсь понять на самом деле, действительно, можно ли так рассматривать. То есть у нас, конечно же, в себя существует некий произвол, мы можем трактовать, там, произведения искусства, философии и прочее, там, с различных позиций, там, условно говоря, свинья найдет везде грязь, да, если человек, критик, будет свиньей, то, конечно же, он будет копать, допустим, под какого-то автора и находить везде у него грязь, да, да, но здесь как бы вот я попытаюсь сейчас вот глубже копнуть и покажу, что на самом деле здесь есть просто как бы вот существенная ошибка именно метафизического порядка, и, собственно, сам парамонов мне не интересен, да, и даже как бы обсуждать его уже не буду. Ну, приведу вот некоторые примеры для того, чтобы просто людям было любопытно прочитать, что вообще можно сказать о наших великих классах. Вот, например, о Достоевском, да, анализируя его произведение, как он определяет, что Достоевский является гамусик-сервисом. Оказывается, оказывается, Ставрогин это образ гамусик-сервисом. То есть он на самом деле как бы красив, его, но он с женщинами ведет себя следующим образом, он вроде как бы их завлекает, да, но на самом деле никогда до дела не доходит. Причем, как бы автор доказывает этот парамонов, что сам Достоевский выписывает этого Ставрогина таким образом, что он просто в этого Ставрогина влюблен, да, вот это некий, как бы, персонаж, как бы, вот он, как бы, которого он влюблен. Причем он не только в литературном смысле влюблен, а понятно, что в каком-то другом смысле, да, там, непосредственно. В чем там проблема состоится? В проблеме состоит то, что у Ставрогина есть там такая история, да, которая связана с тем, что вот он там изнасиловал его от раковицы, да, и в результате некоторых махинаций чисто словесных это истолковывается тем способом, что на самом деле никакой от раковицы он не изнасиловал, потому что, типа, изнасилование это нормальный человеческий природный акт, как бы, и никакая маленькая девочка она никогда не покончит с жизнью по поводу таких пустихов, да. А что на самом деле тот факт, что все-таки девочка покончила с жизнью, это вот на самом деле это, видимо, показывает на то, что он ее, наоборот, не изнасиловал. И она оскорбилась, что вот она такая красивая девочка, Ставрогин ее не изнасиловал, тем самым, как и любая женщина, Он говорит, а там она покончила с собой. И Ставрогин специально обрет Тихону на истории, когда исповедовались ему и рассказывали о своей истории, чтобы показать, что вот он на самом деле вроде как не Немсюсалист. История обратно здесь показывает. Я просто рассказываю извращенный способ мысли, для того, чтобы если нам нужно доказать, что кто-то, какой-то персонаж является Немсюсалистом, достаточно вертеть, крутить и привести к нужному просто. А самое интересное дальше следует. А самое интересное, вдруг автор начинает по диагонали смотреть, сколько же женщин как бы умертвил Достоевский в своих произведениях, и выясняется, что очень много умертвил, оказывается. У него там погибает Анастасия Филипповна, там погибает Лиза, там еще какие-то персонажи, там в кротке погибает девушка. И получается, что он как бы вроде женоненавистник, оказывается. Вот он не любит женщин, у него много женщин погибает. И что на самом деле, как потом выясняется опять, что-то крутит-крутит, получается, что на самом деле Достоевский чувствовал себя девочкой. И он уничтожал женщин, потому что вот как бы он искоренял в себе вот эту вот гусосуальную свою наклонность того, что он хотел, как бы чтобы Ставрогин пришел и его приголубил. То есть вот такой бред. Вот такой бред, причем как бы настолько бредовое состояние, я не знаю, как там на Западе это все воспринимает. Ну, допустим, в друзьях Парамона числится там какой-то там Кончаловский, там еще какие-то другие персонажи, которых мы все хорошо знаем. А я могу еще одну историю из-за Советского. Опять же, просто для примера. Из-за Советского есть там про этих Крамазов такая интересная вещь, когда умирает мальчик, там камни мы, по-моему, зашили, да, и собирается там вот коллектив мальчиков, там к нему ходят красотки. Красотки, по-моему, умирают, да, фамилиями такой. Во-первых, он указывает, вот посмотрите, какая у него фамилия красотки. Это же не нормально, там, это типа чисто гомосексуальная фамилия, да. Ну, не важно. И вот, как вот коллектив мальчиков ходит, пока этот мальчик не умирает, они объединяются, и у них появляется некое вот Содружество мальчиков. И он крутит опять вертик, и получается, что это не просто Содружество мальчиков, да, там какая-то там, а это, на самом деле, Содружество мальчиков в гемосексуальном смысле, да, вот, как бы, вот они… — Ну, так, который Халюшик Ромозу забрал. — Да, который Халюшик Ромозу забрал. — У него румяные разновой щеки. — Да, да, да. Ну, естественно, там приводится много цитат, что все, как, все эти цитаты. Просто Достоевский, видимо, умиляется, когда рассказывают о детях, да, вот он это умиление воспринимает, как вот некую, как бы, ну, тут все равно, типа, мать их педофилии, видимо, там возникает. И более того, что он вот обобщает, потому что Роман против Ромозу должен был как-то быть связан с какими-то вот социально-политическими выводами отсюда, да, что вот это, что социализм должен быть как бы человеческим и христианским лицом, да, там, идеи соборности и прочее, да. И он отсюда выводит, на самом деле, что и социализм точно так же является гнусусальным. И теперь я подхожу, как бы, к тому, почему вообще, говоря, такие выводы возникают. Оказывается, основной довод у него состоит в том, что если возникает, ну, прямое отрицание женщин, как правило, не возникает, трудно связать социализм с прямым отрицанием женщин. Но, тем не менее, вот, если нечто, какое-то явление отрицает землю, да, отрицает, как бы, природность, да, естественность отрицает, а земля и естественность, и вообще природность у нас связаны, как бы, вот, некой метафоричностью с природой матики, да. Он отрицает женским началом вообще, там, естественно, можно вспомнить античную мифологию, там, все, что связано с землей, оно все связано с женщиной. И если, например, социализм или, там, христианство отрицает землю, да, отрицает ради чего-то другого, христианство ради Бога, социализм ради какого-то, там, технического, светлого будущего, да, то это все, как бы, гомосексуально напомнилось. То есть, вот такой неожиданный вывод такой, да, вот, убогий совершенно с точки зрения мысли, вот, человек учился на философском факультете и передать философских наук, а мысль просто примитивна совершенно. Но для того, чтобы показать эту примитивность, требуется все-таки какую-то схему нарисовать, да. Вот, получается, следующая схема, да, вот, есть человеческие стремления. Мы, все-таки, на самом деле, их какое-то многообразие, нельзя сказать, что оно одно, да, их много стремлений. Ну, в том числе, есть, допустим, интересы, там, сознательные, да, как вот Фрейд, допустим, различает, он не все сводит к липидо, не все сводит к сексуальному каким-то инстинктам, он различает, например, социальный интерес, у него есть танатос, да, там, какое-то, там, увеличение к смерти, оно отличается от эроса, да, от сексуальности. Но, тем не менее, вот, как бы, есть многообразие таких движений, вот, все это многообразие, вот, в этом вульгарном фаридизме, сведено к одному, только вот, к эросу. Вот, все к эросу сведено. А поскольку эрос ищет свой предмет, а предметов всего два, мужчина или женщина, если возникает, как бы, так или иначе, неважно, афористическое, или, там, вот, как я говорю, отрицание земли, да, или, там, буквально отрицание женского начала, там, бейпл, то, если отрицается женщина, если она отрицается, да, то тем самым, как бы, утверждается мужское начало. Ну, и понятно, что если на входе стоит мужчина, и его эрос направлен, как бы, на мужчину, то все, он гомосексуалист. Если он это явно не заявляет, значит, он просто гомосексуалист. А если он это отрицает, то, тем более, он еще больше гомосексуалист, потому что, как бы, сопротивляется, как бы, истине. Вот такой примитивный, вот такой примитивный ход мысли, манипулятивный. Во-первых, манипулятивность возникает в первом узле, потому что все влечения, многообразные влечения человеческие сведены к одному, и это, на самом деле, даже противоречит психоанализу Фрейду, у Фрейда это не так. Это вот чисто, вот почему это и называют, я почему называю это бульгарный все-таки, бульгарный фрейдизм. Потому что он не соответствует даже самому фрейдизму, причем, что и любопытно. Человек, как бы, опять же, философ, да, после Фрейда народилось очень много других направлений психоанализа, которые уточняли там, несколько видов, изменяли там, да, и даже акценты расставляли по-другому. Ну, взять хотя бы даже вот, например, в качестве, взял хотя бы психоанализ в том виде, в каком он выражен у Лакана. Просто все-таки Лакана попытался обобщить все, что наработано в этой области, и как-то и какую-то выразить более, ну, как бы, более строгую теорию. Он об этом говорит так, что вот ему это все не нужно, типа, ему на самом деле вот нужна вот эта примитива, что Лакана это уже, типа, как что-то какое-то уже неинтересное. То есть человек просто еще и консерватор в этом отношении. Ну, для того, чтобы просто разобраться вот с этой схемой, надо как бы разобраться вот с третьим узлом. А вторым узелом это вот то, что у лечения может быть только два объекта. Ну, я сразу скажу про второе. Современный психоанализ, а точнее, допустим, шизоанализ, он уже говорит, что вот этот объект, да, то есть мужчина или женщина, и то, что вообще существует только два объекта, это на самом деле не так. И можно это судить и по опыту, да, вот взять просто современную порнографию. Там вообще, там такая запутанность, на самом деле, на что направлен объект, там куча и всякого рода странностей, существует аутоэротизм, существует и различные, вроде переходные степени от мужчин и женщин, существуют некоторые даже какие-то непонятные, то ли женщина, то ли мужчина и прочее и прочее. На самом деле, об этом шизоанализм говорит в том смысле, что объектом может выступить все, что угодно. То есть вот такого прямого объекта указать очень сложно. И более того, вообще деление на мужчину и женщину, да, вот сейчас в современном понимании, как бы, психоанализа, это деление, точнее, уявляет только рамки возможного, потому что, ну, можно было говорить о том, что полов ровно столько, сколько людей. Потому что каждый человек, в смысле, уникален, да, у каждого человека представляется какого-то многообразие машин и желаний, и они могут, на самом деле, развиваться совершенно разным способом. И это связано не только с эротизмом, да, это вообще связано с тем, что представляется собой человек. В частности, как бы, отсюда же и рассматриваются вопросы сумасшистые. Если взять эти вопросы сумасшедшие, то, на самом деле, опять же, есть переход. Нет такого, что вот есть нормальный человек, да, а есть сумасшедший. На самом деле, есть многообразные степени перехода от нормального человека в сумасшедший. И непонятно, на самом деле, каждый из нас в каком состоянии находится. И вообще, существует ли вообще какая-то норма? То есть, так же и здесь, да? Вот тут существуют очень многообразные, разнообразные степени выраженности, да, мужчины и женщины. Здесь нет такого просто выбора одно или второе. Ну, это просто примитивное, как бы, можно на это вообще внимания не обращать, это я просто так сообщил, что вот есть такая точка зрения. А вот самое главное, на что нужно обратить внимание, это вот на то, что все влечения, да, они сводятся, как бы, вот к эросу, собственно, к сексуальному влечению. Это не так, да? Потому что, ну вот, мы должны различить... Вот сейчас подойдем, как бы, к философскому основанию разговора, да? Собственно, философского будет мало, но оно должно быть. Вот наше желание можно разбить на два вида желания. Вот, любое желание, в принципе, строится по структуре, это желание, оно направлено на какой-то объект, да? Но, тем не менее, вот есть желание, которое возникает из нужды, да, вот, потребности. Вот, потребности или, там, нужда, да? Это, да, это, как бы, такие желания, которые всегда требуют некого удовлетворения, да, вот, вот, желания из нужды, вот, они описываются, допустим, в диалогах, как Платон, да, там, жаждущий, там, когда наслаждается таким способом, что вот он утоляет жажду, да, и вот, в них это, как бы, восполняет некую нужду. То есть, вот, это такое желание, когда вначале есть некий недостаток, да, вот, есть недостаток, а потом этот недостаток каким-то образом восполняется. То есть, вот, сначала недостаток, потом восполнение, и всегда так, на самом деле. Ну, вот, и этой потребности и нуждают, вот, некий телесный уровень тела нашего, да? В этом телесном уровне мы, конечно, зависим от природы, это вот то, что с этим связаны инстинкты, все и бессознательное, здесь находится как раз природа, здесь мы, как бы, не свободны, ну, не можем, если мы должны пить, мы и должны есть, да, у нас, как бы, вот это вот, с этим связаны же инстинкты все, да, и мы не можем никуда деться, здесь вот, нет никакой свободы. Ну, свобода только, может быть, в том смысле, что мы можем выпить одно, а можем выпить другое. Это вот первый вид желания. А вот здесь второй вид желаний, он, на самом деле, сверхпотребностей. Он не притворяется никаким недостатком. То есть, желание, то, что его называют иногда желание без изъяна. Потому что здесь желание, оно какое-то неправильное, оно с каким-то изъяном, да, потому что, как бы, в нем есть какая-то дырка, которую надо заполнить. А вот есть сверхпотребности желания, да, желание без изъяна. Что это за желание? Если, как бы, вот ставить в соответствие, вот здесь есть, здесь тело, а здесь, на самом деле, находится наше сознание. Здесь сознание, здесь, обычно говорят об интересах, и именно здесь присутствует свобода. Что это за такое желание без изъяна? Вот, например, когда речь идет о полноте человека, да, вот, и когда у человека есть некая полнота, и он общается, допустим, с кем-то или что-то делает, не из того, что ему этого не хватает, а просто потому, что вот он, как бы, преисполнен чем-то, да, вот, как бы, изливается. Вот, как говорят в неоплотанизме о едином, да, единое, почему эманирует мир, да? Потому что оно в самом себе, как самодостаточное, да, и ничего, как бы, не нужно. Но, тем не менее, оно порождает весь мир. Или как Бог, да, почему Бог создает мир? Если Бог является самодостаточным, если Бог является абсолютным, то ему не нужен никакой мир, да, зачем он будет создавать несовершенство? Но он не может не создать его, потому что, как бы, он, как бы, преисполнен этим, он изливается из себя. И вот у него природа сверхпотребности желания, и вот даже желание, в нашем русском языке, желание все равно, как бы, мы стремимся всегда, желание понимать в смысле предварительного недостатка. Лучше говорить, например, об интересах, да, вот, о чем-то так отразумевает некую полноту, некую полноту личности. Вот здесь возникает уже личность. И поэтому, когда мы рассматриваем разные желания, то вот, желание человека дробятся, вот, как я показал, на два. На вот те потребности самые, да, в том числе и сексуальные. Сюда сексуальные потребности относятся, да? И те, которые можно сводить, там, пытаться на основе их что-то там, если говорить. И другие на интересы. На интересы, на вот, на нечто порождение свободы. А что нам порождает свободу этого творчества и прочее? Что нам важно? Вот важно, что вот этот компонент, да, а именно желание, в котором существует свобода, в котором существует творчество, и которое связано с полноту личности, вот он полностью эллиминирован у этого парамома. То есть, несмотря на то, что он философ, он это совершенно не понимает. То есть, он метафизический, на самом деле действует просто как манипулятор. Я не знаю, есть какие цели, может быть, потому что он там работает на радио свободы, ему это важно, именно действовать из таких соображений, чтобы просто что-то разрушить. Для того, чтобы что-то разрушить, использовать любую тактику, да, то есть манипулятивную в том числе. Потому что важна не само содержание, а важна цель. Но если как бы быть вот честным, да, вот если следует, как бы, там, вот логики того, что, в принципе, мы имеем, что на самом деле есть, то вот есть два вида желаний, на самом деле. И вот теперь давайте попробуем рассмотреть вот это вот второе желание. Желание, как оно притворяется на деле. Человек, имея свободу, он всегда, вот, как бы, он имеет возможность ее направить как в одну сторону, в другую сторону, в какую-нибудь сторону. И всегда возникала такая проблема, на самом деле, что человек пытался соизмерить, как бы, соединить, соотнести самого себя, это, например, с животными, да, с другими существами. Соответственно, соотнести себя с миром, как таковым. И вообще говоря, движение человечества, и даже не только человечества, а всего космоса, да, оно, особенно, я сейчас имею в виду живых существ, оно связано с тем, что все живые существа стремились к тому, чтобы освободиться от гнета природы. Выйти из-под власти природы, чтобы обрести некую вот эту вот возможность свободы, обрести новую степень, степень свободы. С этим связана вообще эволюция. Эволюцию можно понимать, как вот это вот движение. Это движение происходит неосознанно, да, вот об этом пишет Ириад Решарденто, Вернадский пишет. В общем, движение всего живого на Земле, оно как бы вот следует этой логике освобождения от сил природы. Человек, в принципе, он стоит просто на каком-то определенном этапе, когда эта свобода осозналась. До этого просто это движение было неосознанным, но человек, он на ее это осознался. И для человека очень важно вот в этом осознании свободы отличить самого себя от всего остального, отличить самого себя от мира, отличить самого себя от животных. И для этого он создает новый мир, другой мир, новый, искусственный мир. Вот есть природный мир, да, в который он вовлечен, и в который он существует, и в который он неизбежен, он, конечно же, не может покинуть, да, по своей воле. Потому что, ну, мы связаны через тело, как бы, через рот, мы связаны плотными узами с миром природным. И природа, как бы, она имеет одну милость. Но, тем не менее, человек создает искусственный мир. Потому что свобода – это не только свобода освобождения от чего-либо, да, потому что свобода, в том числе, это и свобода для, да, и свобода творчества, это свобода творения. И в этом выражается вот его, как бы, некоторое осознание себе как нечто ценное. То есть человек понимает, что он представляет собой нечто ценное, да, и вообще, как бы, ну, можно сказать, гордится собой только в том смысле, что он может наблюдать следы своего творчества, да, в этом мире. Причем творчество во всех сферах, и начиная с цивилизации, и кончая, там, не знаю, наукой, да, и произведениями искусства. Так вот устроен человек, просто вот эта вот свобода, да, и мы, в принципе, каждый из нас – это ведь уже просто тема эксистенциализма, да, который связан с тем, что каждый человек есть свобода, каждый человек есть некий проект, обращенный в будущее. Он может свою свободу куда-то направить, и то, куда он ее направляет, в этом проявляется некий эксистенциальный проект. И, в принципе, этим проектом является не только каждый отдельный человек, но и человечество в целом. И здесь, на самом деле, следует поговорить в двух отношениях. Можно подходить к этому разговору с ветской стороны, тогда мы будем говорить об эксистенциализме, да, который говорит, на самом деле, что почему человек, почему, давайте переменим наш вопрос к нашему вопросу Полу, да, потому что как раз вот в эксистенциализме часто-таки есть разговор о поле. Прежде всего, как бы, это, конечно, будет в некотором отношении к философии Бердяева. Он, правда, персоналист, но как бы он близок к этому эксистенциализму, потому что он тоже по главу своей философии поставил именно творчество и свободу. В чем состоит как раз этот вопрос Пола, кстати, для Бердяева был очень важен, он постоянно об этом говорил. У него вообще можно было бы сказать, что это один из центральных его проблем, да, проблем, связанных с Полом. Ну, правда, он бы это преломливал через письмо христианства. Ну, мы про христианство попробуем поговорить, да. Сначала попробуем с позиции рассмотреть, с позиции философии эксистенциализма, как мы могли бы сказать, что представляет собой Пол, да. В некотором отношении Пол – это, например, некий наш урок, да. Мы, как бы, Пол, и наше отношение к Полу – это некая просто необходимая вещь, да. Мы просто природно с ним связаны. И, конечно, мы как-то выражаем себя, выражаем себя в смысле как бы на… Мы действуем, исходя из того, что Пол нас к чему-то принуждает, да. И, как бы, наше увлечение, а не каким-то образом в наших поступках развивается. Но, тем не менее, вот человек, поскольку он является свободным, он может остановить движение этого Пола, да. Он может, на самом деле, направить все свои усилия в другую сторону. А в психоанализе это называется сублимация, да. То есть он может энергию, не только энергию сексуальную, а в принципе, всю человеческую энергию направить просто на какие-то другие вещи, допустим, на творчество, да, на занятия философией, на занятия искусством. И важно, в какую сторону это направит. Так вот, когда человек в таком направлении отрицает Пол, да, отрицает свою связь, допустим, с женщинами или мужчинами, то речь ведь идет не о том, что он является с половой точки зрения каким-то извращенцем. А речь просто идет о том, что он сознательно идет на этот шаг, да. Он сознательно идет на тот шаг, что он ради вот своего проекта, своего проекта свободы, ради понимания себя как возможности, он отказывается от вот этой телесной зависимости, от сил природы, которые в нем самом действуют. В нем самом действует Пол, да, он неизбежно является либо мужчиной, либо женщиной. И неизбежно, он направляет, как бы, свое желание, у него неизбежно направляется, помимо его воли, да, его желание там, либо на мужчину, либо на женщину. Но он может, как вот, как какой-то аскет, только аскет уже не в лисиасском смысле, а в смысле, как бы, своего проекта, да, он может, как бы, от этого отказаться, да, и заниматься каким-то своим личным творчеством. И дело здесь не в том, что, как бы, он это специально может сделать, Но просто многие люди, например, если мы обратимся к творческой сфере, можно взять артистов, можно взять художников, можно взять философов. Многие люди именно так свою жизнь организовали. Ну, среди философов, например, неженатыми были, и вообще занимались только философией, собственно, Камп, Спиноза, Ницше, которых я знаю, Декарт, Шопенгау, все были неженатыми. Все они всю свою жизнь посвятили размышлениям. Ну, наверное, можно вспомнить какие-то персонажи из живописи, наверное, из кинематографа даже. В принципе, человек может всю свою энергию набрать в эту сторону. И тут нельзя сказать о том, что здесь есть какая-то переверсия. Просто здесь идет о том, что человек, в силу своей свободы, может одни свои желания остановить и прекратить, и заниматься чем-то другим. Так нет, я не могу понять, а чем я решил с тобой позаниматься другим, отказавшись от Лизы? Ну, вот она ему там. Он создавал проект, но он же по какому-то отношению все персонажи, которые другие там есть, да, там? Кирилл, да, который считал, что у него был проект «Человека-Бога», потом Шатов со своей русской идеей, да, что там? Ну, Верховенский. Верховенский со своей идеей революции. Это все некие проекты, которые... Это когда появился способ, каким он свободы осуществляет. От Лизы-то отказался он? Ради чего? Нет, я не знаю, почему он от Лизы отказался. Это надо, наверное, у Ставробина спросить, хотя у меня есть персонаж. Я просто имею в виду, что в принципе, как бы человек, как свободы. Явно не ради свободы, по-моему. Ну, может быть, в данном конкретном случае человек же не только же может отказаться женщиной ради свободы, может отказаться женщиной просто от того, что ему другая женщина интересна. Или, может быть, ему интересны мужчины. Это же не важно. Ну, это нет. Я просто рассказываю как бы логику, какая существует логика. Можно все это истолковывать в силу нравственной распущенности и вообще свободы мнений. Истолковывать это в смысле фрейдизма. Такого, ульгарного. Ну, ладно, как вы говорите, сейчас новые люди подошли. Вопрос в следующем. Что существует, помимо нашего тела, существует у нас все-таки сознательная часть души, или называть ее умом, или как иначе, неважно. Важно состоит в том, что мы можем руководствоваться велениями тела, двигаться согласно тому, куда нас влечет бессознательное, а можем на самом деле все-таки останавливать это бессознательное, как-то его там вытеснять, неважно, как это. И руководство сознательными интересами. И эти интересы, они связаны с тем, что мы можем реализовывать нашу свободу. И если мы все-таки подходим к тому, что человек представляет собой все-таки многосложное сущее, а не простое животное, которое руководствуется какими-то просто инстинктами, и все многообразие его поведения может свести к тому поведению, которое существует у животных. Ну, просто животное в одной нише находится, а человек в другой нише находится. Все-таки мы все-таки понимаем, что человек более сложное существо. И это сложность как раз и связана с тем, что у человека есть свобода, и он свободу может направить на некое творчество, на некое осуществление самого себя как проекта. То есть в этом экзистенциальном смысле, что человек есть некая возможность, некий проект, обращенный в будущее. И вот существует таких два проекта, как я говорил, мы можем подходить к этому светской позиции, и понимать это где-то способ, что человек может осуществить себя в неком творчестве, ну, скажем, в искусстве, в науке или в философии. А можно говорить об этом в религиозном смысле, в том смысле, в котором существует, допустим, христианство. И вот сейчас можно просто проговорить о том, что такое христианство. Потому что у этого несчастного парамона, про которого я заявлял, у него есть также грязные намеки, там, с опорой, в частности, на Розанну, что христианство – это какая-то ненормальная религия, и что под основой этого ненормальности представляется двойникого рода, там, латентный геосексуализм. Почему? Ну, потому что христиане отвергают род, отвергают мать-землю, да, вот, как я говорил, и поэтому, вот, они тем самым, как бы, представляют собой, вот, от своего рода, там, это люди темного лика, там, или, как бы, там, люди лунного света. Как бы их ни называли. Ну, на деле, на деле, как раз христиане, это вот была первая религия, да, до христианства, мы уже много раз об этом проговаривали, да, вот, существовали родовые религии. И в родовых религиях человек действительно был связан родом, по рукам и ногам, он не представлял никакой индивидуальности, он не мог, как бы, какие-то выносить собственные суждения, и, собственно, как бы, вообще с Богом выступал не он лично, а выступал род. Ну, допустим, если взять еврейскую религию, да, просто на основании того, что написано в Ветхом Завете, то можно просто проследить, там, эту концепцию, да, что, вот, Бог общается, там, с родом, как бы, с народом Израиля, да, а пророки, там, просто выступают как представители народа, как лучшие представители народа, которые доносят Слово Божие. А вот, как раз, христианство, это была такая религия, в которой с Богом общается каждый отдельный человек, каждая отдельная личность выступила, вот, непосредственно лицом к лицу с Богом, да, и вот, вот это вот выступание, она как раз, она как раз оставит, вот, на личности особую ответственность, да, вот здесь, то, чтобы понять, в чем это будет вообще разговор, нужно понимать сущность христианства. Вот, у праведности есть три... Значит, как бы, попытаемся изложить, как бы, вкратце, примерно, в чем состоит, как бы, особенность христианства, да, сущность христианства. Вот, есть такое понятие праведность, в этой праведности есть три ступени. Вот, первая ступень, человек, являясь праведным, то есть, он исполняет законы Божьи, потому что он боится Божьего суда, боится Божьего гнева, да, там, он, как бы, из страха, он законопослушен, да, и поэтому, выполняя заповеди, он, типа, праведники, и прочее, да, это вот первая ступень праведности, праведность от страха. Вторая ступень праведности, когда человек все-таки осознает, что правильно поступать праведным, и поэтому он становится праведным за награду. Он понимает, что если он будет праведным, то Бог, как существо всемогущее, вознаградит его либо в этой жизни, либо в будущей жизни. В любом случае речь идет о награде, он как бы наемник перед Богом. Это вторая ступень праведности. Третья ступень праведности, это как раз и есть ступень крестьянства, потому что первые две ступени, это на самом деле ступени, как мы говорили, в некотором отношении от нужды. Потому что взаимоотношение человека и Бога строилось таким же способом, как строится некая нужда. Бог удовлетворял определенного рода нужду. Существовала необходимость некоторые вещи понимать и осмыслить. И Бог был той причиной, которая помогала это понимать и осмыслить. А вот есть как бы третий вид праведности, когда человек движется к Богу, исходя из некоторого рода свободного порыва, исходя из некого рода любви. И эта любовь понимается, как любовь между сыном и отцом, или любовь между дочерью и отцом. Как бы все люди являются... Дочерью и матью. Дочерью и отцом. Почему? Дочерью и отцом. Понимаешь, сам факт здесь того, что... Понимаешь, здесь возникает проблема того, является ли Бог мужчиной или женщиной. Это просто некорректная постановка вопроса. Понимаешь, Бог просто один. В каком-то смысле надо было бы говорить о том, что он андрогин. Понимаешь, он как бы и не мужчина, и не женщина. В каком-то отношении. То есть Бог... Или Богу вообще не применяет такое различие под мужчиной и женщиной. Потому что различия мужчины и женщины – это различия, связанные с нуждой. Вот эта вот разделенность на мужчину и женщину, она как раз связана от недостатка. Мы в этой разделенности выступаем именно в природном плане. В плане потребностей и нужды. И как бы женщина дополняет нас. Вот был такой миф, как бы у Платона, да? Ну, все его, наверное, помнят. В диалоге Пир рассказывается о том, что в свое время, когда это человечество существовало в составе, как бы, цельных таких существ, да, как бы... И эти существа грозили богам, их грозили покоем богов. Там они там... И чтобы как-то с ними справиться, Бог здесь взял их разделил на другое. И было три вида существ, да? Как бы, вот, были андрогины, были мужчины и женщины. Вот, как бы, из мужчин получились, как бы, половинки. То, что представляет собой люди получились мужчины, из женщины получились женщины, а из андрогинов получились мужчины и женщины, соответственно, да? То есть было три, как бы, вида людей, а стало два. И люди, поскольку они чувствуют вот этот недостаток, да, чувствуют свою неполноценность, они стремятся заполнить эту неполноценность, стремятся найти свою половину. Вот так вот это трактуется, и в принципе, вульгарное представление о том, что такое половое отношение между мужчиной и женщиной, или между мужчиной и мужчиной, да, у них это не важно, на самом деле. Оно воспринимается с ним тем способом, что вот и мы ищем вторую половину. Ну то есть, иначе говоря, взаимоотношение полов, это взаимоотношение от нужды. А как раз перед Богом выступил сейчас, когда вот разговор был между детьми Божьими и Богом, разговор выступил о том, что на вас это выступили не мужчины или женщины, а люди. То есть, прежде того, чтобы быть мужчиной и женщиной, вдруг возник вопрос, что каждый из нас является неким отдельным человеком, личностью. И неважно, является ли эта личность в силу какой-то воли природы, случайностей, мужчины или женщины. Главное, что он просто личность, и перед Богом он выступает не как мужчина или женщина, а как личность. По этому поводу даже хорошо сказано, что нет в кресте ни иудеи, ни эллина, да, ни мужчины и женщины, нет ни господина, ни раба. То есть, вот все эти различия, различия социальные, различия природные, да, все они стерты перед Богом, потому что перед Богом каждый выступает некая, должна выступить по идее, некая цельность. Почему? Потому что Бог представляет такую цельность, да, Бог представляет некий абсолют, и чтобы с ним сообщаться, нужно самому выдержать вот этот вот уровень, да, нужно самому быть все-таки тоже точно так же цельным. Точно так же, как бы, вот заслужить вот этот уровень, да, в неком отношении. И вот речь идет о уподавлении человека Богу, да, вот речь идет о неком совершенстве. То есть, человек становится праведным не в силу того, что кто-то его заставляет, не в силу того, чтобы какую-то награду приобрести, а в силу того, что человек просто хочет быть цельным, да, вот он вдруг осознает, что он представляет собой некую ценность. Цельность, ценность, да, вот это вот, или то, что мы называем личностью, да, вот он хочет стать личностью, осуществиться хочет, да, как про некий свой проект, хочет стать вот этой своей свободой, да, вот своей, овладеть своей свободой и ее осуществить. И осуществить ее можно было в древности, в христианской времени, иначе как, именно только в отношении к Богу, потому что других никаких возможностей, как правило, не было. И вот это понимание, на самом деле, того, что человек должен прежде всего быть человеком, а может потом разделяться по каким-то различиям, какой он национальности, какой он пола, какие он имеет особенности, да, вот это все остальное содержание, оно несущественно. Вот перед Богом существенно, что каждый из нас представляет собой вот эту вот свободу, представляет собой вот эту вот некую содержательную существо, которую мы называем гордо человек с большой рукой. И вот он этот вот уровень должен выдержать. И, собственно, этот уровень и есть уровень святых и уровень христиан, настоящего христианства. Поэтому нельзя сводить это христианство вот к этим вот всяким грязным разговорам, там, всякого рода там, половых извращений. Потому что со всеми совершенно другими разговорами-то разные уровни. Есть телесный уровень, можно на нем обсуждать, но это просто не относится к этому другому уровню, уровню свободы. На телесном уровне свободы нет, и мы там на самом деле определены просто природой. Кто-то родился одним, кто-то родился другим, тут уже ничего поделать нельзя. Кто-то негром родился, кто-то там китайцем родился. А кому-то повезло, там, родился там в семье богатого, а кому-то не повезло, он родился в семье, там, не знаю, там, сумасшедший. То есть это все как бы некий порядок природы. Но у нас существует возможность определиться, самоопределиться в порядке свободы, в совсем другом порядке. Вот об этом очень много, опять же говорю, просто я апеллирую, пишет как раз Бердяев, который тоже был заклеймен, как гомосексуалист, эти несчастные параметры. Причем как бы интересно, что ведь здесь, я уже говорил про манипулятивность, ведь любого человека можно назвать гомосексуалистом всего тех причин, о которых высказывается этот параметр. Ведь любой человек, он участвует в культуре, ведь любой человек, он участвует в искусственности. Нельзя сказать, что все мы на самом деле любим землю. Ведь все мы на самом деле участвуем в культуре, все мы строим цивилизацию, все мы, даже все человечество этим занимается. Получается, что все человечество, причем оно ведь ополчается даже на технике, в том числе со стороны техники, что вообще все человечество забрело в какой-то темень, как бы пол, что ли, я не понимаю. На самом деле здесь есть изначальное противоречие. Изначальное противоречие значит, что человек действительно стремится к свободе и действительно борется с необходимостью как может. Ну, там, нельзя всякую борьбу с неуходимостью, всякий аскетизм, всякую борьбу с нуждой рассматривать как борьбу с природой, борьбу с женским началом. На это еще, кстати, можно с другой стороны посмотреть. Ведь если взять обратную точку зрения, взять точку зрения женщин, получается, что женщина, она в силу самой природы уже как бы символизирует начало земли, символизирует начало материнства. То есть, получается, она как бы, как ее, так и мосексуализм истолковывает. Она же не может отклониться в силу той же самой логики. Мужчина может отклониться, но есть куда отклоняться там. А женщина не думает отклоняться, потому что она к земле, если она непосредственно принадлежит, она в силу вот этой аналогии, да, изначальной, как бы, метафоры того, что земля, как бы, да, и женское начало, они как-то связаны в единый пучок, они вот как-то идут параллельно. То есть, женщине вообще некуда отклониться. Поэтому женщина у нее всегда, там, это, бисексуально, там, процветает у нее, там, много, там, рассуждений всякого рода. Может, она и на самом деле бисексуально, это вообще никакого значения не имеет. Сам факт состоит, что изначально, по основному вопросу, состоит в том, чтобы что-то заклейнить, да, чтобы что-то очернить. Ну, и там еще, там, я просто примеров мало привел, а не бог это, что он там про Серебряный век, я говорю про Серебряный век, кстати. Что в Серебряном веке в нашей культуре вылизился не просто гаосексуализм отдельных индивидов, а гаосексуализм как культурный тип. И вот что те ребята, там, поэты, и там, и философы, и литераторы, и прочие, которые собирались, там, у Вячеслава Иванова, там, в известной, там, башне, да, которые обсуждали там всякого рода вопросы, как раз которые связаны, с одной стороны, с христианством, с другой стороны, с творчеством, с способом самовыражения, да, которые обсуждали об Андрагине, да, вот о том самом цельном. Ведь Андрагин это ничто иное, как метафор вот этой цельности человека, да. Ведь надо воспринимать этот миф, который рассказывал Платон, как миф. Вообще речь идет о том, именно о цельности человека, что человек должен вот как вернуть себе эту цельную, да, не должен себе рассеивать в этом безбежном, как бы, в безбежной необходимости природного, да. Он должен как бы вот себя собрать, вот собрать, причем это собирание, а для некой сознательной усилия, да, потому что мы погружены в природу в силу необходимости, и можем из нее себя достать, только некоторым сознательным рывком и усилием. А можно? А, в смысле, зачем из природы доставать? По-моему, человек должен миграции так просто разумно сочетать природное начало и сознательное. Ну, просто вопрос. Это не удается? Почему? Ну, понимаешь, как бы, конечно, мудрость состоит в том, чтобы везде найти меру. Но если будет мера, то человечество никуда никогда бы не двинулось. А почему бы человечество не осталось в каменном мире? Ведь там тоже была некая ниша, некий гомеостазис, некая разумность. Мы бы сейчас жили в пещерах, и ничего, все нормально. А почему мы двинулись, и почему мы дальше двигаемся? Почему мы каждый раз совершаем вот этот рывок? Почему? Почему мы строим вот некий новый космос искусственный? Почему? Потому что на самом деле мы чем-то не удовлетворены, потому что человек есть незаконченный проект. На самом деле, это некая сущность, которая еще не состоялась, она должна еще состояться, мы еще должны себя обрести. Но реализация этой неудовлетворенности, она никак не связана с борьбой с природой. Я не говорю о борьбе с природой, я говорю об освобождении. Это большая разница. Борьба с природой, это когда мы намеренно идем и что-то уничтожаем. Живут там какие-то там зверюшки, мы идем и их расстреливаем. Мы не боремся с природой, мы от нее освобождаемся, потому что природа сковывает нас. Вот, например, не было самолетов, мы не могли летать, понимаешь, что природа нас сковывала. Мы как бы от нее освободились не тем способом, что законно расстреляли, правильно? А просто тем способом, что придумали самолет, и теперь можем покрывать большие расстояния за короткое время. То есть мы как бы преодолеваем, теперь расстояние быстрее. А может быть, придумаем еще более быстрый транспорт, еще быстрее будем преодолевать. Мы поднялись в космос. Зачем? Понимаешь? Жили мы себе и жили нам. И здесь не так уж и плохо. Зачем тут столько денег тратить? А потому что нам любопытно. Потому что мы хотим и все узнать. Мы хотим и это знание. Для чего нам нужно знание? Потому что мы не понимаем, что это знание позволяет нам все больше и больше освобождаться. Вообще, основная тенденция, о которой я говорил, не только в человеческом мире, а и в мире животных, состоит в том, что эволюцию надо понимать, как путь освобождения от арков природы. Как приобретение все больше и побольше степеней свободы. Самое закабаленное, это клетки. Постепенно, если проследить эволюцию, то мы наблюдаем, что все-таки животные вышли на сушу, начали перемещаться, а потом там. А человек, он вообще может ставить сознательные цели и их решать. Он освободился уже от этих какого. Потому что все-таки у животных они не сознательные. Они не могут сами ставить цели. Некоторые говорят, что могут. Даже говорят, что и у животных не все так просто. Но тем не менее, человек все равно в этом отношении находится на более высоком уровне. Будем говорить с этих позитивных. Понимаешь, здесь скорее не нужда, а скорее здесь есть чаяние. Вот наше движение к Богу, не важно, понимать ли его в религиозном смысле, понимать ли его в светском смысле, это и есть попытка человеку найти самого себя. Вот мы ставим некие запредельные цели, у них же это звучит как сверхчеловек, если брать светское понимание. Мы ставим себе запредельные цели и к ним движемся. А движемся мы именно потому, что мы недовольны за тем, что мы имеем. Мы хотим иметь больше не в смысле денег, какого-то количества, а потому мы хотим осуществить некое качество, некая проективность. Наша свобода, она вот есть некая возможность, которая нас постоянно теребит, что мы каждую секунду эту возможность можем по-разному осуществить, потому что наша свобода, она составляет, собственно, сущность человека. И эту свободу мы хотим что-то с ней сделать. Мы когда-то хотим ее направить. И все наши усилия, не только отдельных людей, а всего человечества, есть усилия, направленные на то, чтобы осуществить эту свободу. И нельзя над этой свободой глумиться в том смысле, что сводить ее все к бессознательному, что нет ничего, все детерминированно бессознательно. Это не так. Единственное, что я хотел этим докладом сообщить. А если есть какие-то литераторы и всякого рода иные безумные люди, которые пытаются все заляпать, причем, что интересно, есть некое в русской культуре, в принципе, неприятие гомосексуальности. Но оно связано не только с религией, а в принципе есть оно. И когда что-то клеймят, когда наши имена, великие имена наших литераторов, Гоголя, Достоевского, Лермонтова, я просто немного читал, я так подозреваю, что там вообще все запятнено, все, что только можно измарать, измаран. Когда все это марается, на самом деле мы просто чувствуем себя обгаженными. Вот я лично почувствовал себя обгаженными. Я просто почувствовал, что ничего в нашей русской культуре, в нашем русском великом языке, в нашей философии, вообще ничего не осталось там. Потому что я про философов молчу, там, с Соловьев, со своими лично-женствами, со своими Софьями, это сразу понятно, Бердяев и прочее. Все, философия, может, сразу на помощь в образе. Потому что для философа, в принципе, нормально, как бы, жить в одиночестве. Потому что, как бы, он чувствует цельность, он не чувствует вот этой неполноты. Ему не нужна эта другая половинка, потому что он и так целен. Зачем она ему нужна, чего она там будет маячить? А с телом уж как-нибудь он справится, если ему это надо. А если, ну, могу закончить, будет общаться, не закончить, и будет вообще жить, будет один. Это уже его право. Важно не это, важно то, что вот это вот обгаженность, чувство обгаженности, оно, причем, как бы, он до сих пор работает, он, как я говорю, со стороны неких лиц, постоянно какие-то дифирамбы там поются, там, ему там недавно, там, по эксплуатации, какой-то юбилей у него был, там, куча народа, там, он поздравил. Ну, я вообще не понимаю просто этого. Но таких людей, это же просто, условно говоря, человек на нас сырёт, уехал, там, на запад, да, там, и по заказу какому-то, причем, понятное дело, что ведь он к этому социализму еще привязал, потому что социализм, это есть в неком смысле продолжение, как бы, христианских идей, ну, как бы, понятых, ну, как бы, без Бога, даже, в нерелигиозном смысле. Потому что социализм, ведь тоже у него получается стремление, вот это некое гонсексуальное, да, там, как бы, люди должны объединиться в коммуне, вот это общее с детей, общее с жён, и все это у него всегда понимается вот в этом извращенном смысле, да, вот какие-то родения у него там, скопчистки и прочие там, какие-то сразу видафоры возникают, сваленцы, секса, и вообще, когда, мне больше всего поразило, когда он такой себе вопрос задал, а разве можно понять любовь, как нелюбовь двух людей, или как нелюбовь внутри семьи, разве бывает какая-то другая любовь, кроме любви внутри семьи? И сразу всё понятно с этим человека, там просто, просто, он просто настолько, даже трудно так сказать, настолько мелкий человеческий, что он не может понять, любовь, иначе как любовь сенсуальной, просто другого понимания нет, ему непонятно даже, я не представляю, он даже, на материнскую любовь не понимает, что она отличается, да, ведь на самом деле, с точки зрения, опять же, если взять греческую, греческий язык, они наши, в нашей языке любовь слово одно, а в греческом языке четыре слова, И там разделяется любовь эротическая, разделяется любовь между матерью и ребенком. Другое слово. Любовь эротическая эроз, любовь матери и ребенка, это сторга. Любовь между дружескими, любовь дружбу у них есть, филиус. Есть еще выше любовь, агар, это любовь жертвенная, крестьянская любовь. Совершенно другая любовь, это слово только одно. Фактически слова здесь даже разные, в языке нормальным, в том языке, в котором различия выделены правильно. Только наш язык их даже диспляет. И только отсюда возникают такие аберрации, смысл, какие могут возникнуть в голове какого-то... В нормальной человеке такие аберрации не возникнут. И даже человек не попытался подняться наверх к какой-нибудь метафизическому уровню, чтобы хоть как-то это все обосновать. А просто облыженно, играя словами, образами, какими-то глупыми намеками, полунамеками. Это мало каких дураков есть. Да нет, но он же известный, он же просто на «Радио Свободы» работает. Ну, Парамонов некий, да. Может быть, какая-нибудь общественность там прогрессивно его знает. Я не хочу здесь быть политкорректным просто. Потому что я считаю, что меня лично оскорбили такими всякого рода намеками на Достоевского, Гоголя, Лермонтова и других наших классиков. Я считаю, что такие вещи просто недопустимы. Не важно, какая там существует свобода у кого-то. Я даже не собираюсь его в этом отношении психоанализировать. Пусть он там на его совести останется. Просто есть еще такая вещь, что тот, на что больше всего внимания обращает, боится, что у него в этом самая главная проблема. Ну, это неважно. Ему интересно с этой стороны работать. То ли там деньги зарабатывает, то ли просто. Обидно, что на его сказания обратили внимание другие, считающие себя... Ну, честно говоря, из нас его до сих пор никто не знал. На него я тоже случайно вышел. Нет, ты говоришь... Потому что услышал некую гадость про Достоевского, и мне стало любопытно. Ну, кто такие гадости высказывает? И как бы вот по цепочке я вышел вот на этот товарищ. Что его где-то признают? Ну, как признают? Я же тебе говорю, что типа вот, кавычках, выдающийся детик там, понимаешь, он как бы на радио свободы с 88-го года штатный сотрудник. И какой-нибудь там, знаете, пришедший. С Олженицыным какой-то там тусовщик. Кто последний раз слышал о радио свободы? Ну, я просто, мне пришлось, в силу того, чтобы познакомиться с этим как бы человечеком, мне пришлось там прослушать пару его там докладиков. Любопытно, что радио свободы, я просто поразился, я тоже давно не слушал, совершенно механическое радио. То есть там люди читают. То есть я беру, как бы, начинаю слушать текст, и люди вроде должны разговаривать, а на самом деле не читают текст. Потому что тент такой быстрый, что так люди не говорят. Так только читают. Причем, когда, если бы люди так быстро говорили, у них были бы нарушения там, какие-то паузы были бы, да, потому что сбивается мысль, сбивается слово там, это естественный процесс. А там нет, не сбившись, ничего. То есть просто люди сели, у них единый текст, и они по очереди читают. То есть это просто профанация диалога, профанация. Радио свободы это просто какое-то механическое радио, это его слушать им нельзя. Так оно вещает или по интернету? Да по интернету, что оно там вещает? Кто его будет слушать, такой мусор? Мусорное радио приглашает мусорных каких-то заказных людей, да, людишек, которые там пытаются на пикантной теме заслужить какое-то там, ну, не знаю, там, очки какие-то заработают. Причем, мне удивляет, что отдельного рода там другие, якобы выдающиеся там деятели искусства типа Кочеловского, да, вот они там еще и муниферабы поют, да, там, звонят на это радио, поздравляют парня там с юбилеем. Кто бы хоть кто-нибудь выступил бы как бы в защиту нашей культуры, да. Приходится опять же бедным философам потом пытаться что-то тут доказывать, да, как бы. Не, ну понятно, что как бы это заказное все дело, так сказать, что-то, ну, чтобы народ совсем, так сказать, ну, как бы... Перестал себя уважать народом. Ну, да, надо отмякивать его культуру. Да, все, у нас же ничего не осталось, кроме культуры. Все, что у нас есть, это культура. Ничего интересного сказали здесь Кочеловского, который сказал, ну, иностранец какой-то поведал, что если бы мы, оказывается, русские были бы какие-нибудь в клетку или в полоску, то вся наша культура не была бы интересна. А поскольку мы белые, да, поскольку мы на них похожи, да, вот у них возникает проблема. Как же вот мы такие уроды-то? Почему вот мы в городе такие же, как они белые, да, какие-то другие, вот, понимаете? Почему же вот мы вот все-таки не негры, условно говоря, и ни в клетку, и ни в полоску? Вот такой вопрос любопытный там, вот, да. Давайте изучать, вот это ужас какой-то просто. Я так и не понял, а что это с гражданином? Барамонов так вас это привлек, что вы так... А потому что я возмутился, да, я возмутился высказыванием некоторыми высказываниями о Достоевском. На самом деле у меня Достоевский является, ну, сам Достоевский, я на самом деле прекрасно понимаю, что, может быть, в жизни был достаточно противный. Так а не есть ли это, эти высказывания этого гражданина Барамонова, просто она просто такой уловкой, на которую вы так лихо клюнули? Ну, возможно, возможно, есть уловка. Ну, просто, знаете, в свое время Достоевский, как бы, говорил о том, что он писал произведение, чтобы избавиться от некого рода, как бы, новейших идей, да. Я своего рода тоже пытаюсь вот такого рода выступления отвязаться от этого Барамона. Ну, потому что, ну, в свое время я про Бургиняна тоже неудачно выступил, тоже пытался от него отвязаться. Наверное. Субтитры создавал DimaTorzok